Итак, давайте преклоним голову и помолимся. Бог Отец, я благодарен Тебе, что Ты всех нас сегодня собрал здесь воедино, чтобы мы могли быть коленопреклоненными перед Тобой, преклоняем колени сердца нашего и воздаем Тебе всю честь, славу, холу и благодарение. Благодарение за Твой крест, за Твое искупление. Благодарение, что Ты открыл нам Твою совершенную волю на жизнь на руку. Благодаря этой жертве университивления, жертве Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, что мы не только мы можем быть и называться, но мы и есть Твои последователи и Твои ученики, что мы учимся как студенты, мы учимся как Твои ученики, как Твои апостолы, которые ходили всегда рядом с Тобой, вместе, за то время, когда Ты пребывал здесь на земле. Господи, ныне же Ты одесную Бога Отца. А мы здесь на земле, чтобы исполнить до конца тот великий план нашего Бога Отца. Во спасение тех, кто любит Тебя, тех, кто жаждет Тебя, кто хочет исполнять Твою волю и познавать Тебя. Потому что написано в Священном Писании, что это и есть жизнь вечная, чтобы познавали Тебя и Сына Божьего Твоего. Господи, мы благодарны Тебе, что мы можем познавать Тебя, Бог Отец, через Твое Священное Писание. И Ты открой сердца слушающих, чтобы это была почва, приготовленная Духом Святым, куда Он будет сеять, что Он будет совершать в их жизни, Господи, чтобы их характер превражался в характер Божия, Сына Божьего Иисуса Христа, чтобы вы воистину стали мужами и женами по сердцу Твоему, Бог Отец, как Царь Давид, который был по сердцу Твоему, чтобы вы были послушны во всем во имя Иисуса Христа, и чтобы мы могли исполнить до конца предназначение, которое Ты имеешь для каждого из нас. Благослови сегодняшний день, сегодняшнее занятие, и что все, что Ты хочешь сделать, Духом Твоим Святым через меня, через студентов, Господи, Ты совершай. Ибо мы все придаем в Твои руки, и все будет пускай во славу имени Твоего, во имя Бога Отца, Господа Иисуса Христа и Духа Святого. И кто верует, скажите. Аминь. Итак, сначала на разминке я хотел бы задать вопрос. Вы все читали Библию и обращали внимание на тот период жизни Якова, когда он пришел к дяде своему Клавану. Правильно? Да. К Лавану. Встретил там свою возлюбленную Рахиль. Так получилось, что у него в конечном итоге была две жены, Лия и Рахиль. И почему это получилось, мы тоже знаем. Когда он к папе пришел, получил благословение. Он их получил обманом. Эти благословения. Правда, мама его уговорила. Но тем не менее, последствия мы видим налицо. Обман. Он посел, этот обман. Я когда вошел, света тогда не было, палатки были без света, свечки тоже не зажигали. В такую особенную ночь. Поэтому, естественно, когда он утром проснулся, увидел, что это Лия, а не Рахиль, он был страшно удивлен. Лаван обещал одно, а не сделал. И как вы думаете, вот читали Библию, вы обращали внимание, сколько лет было Якова, когда он пришел к Лавану, чтобы служить ему там? Правильно. А каким образом вы знаете, каким образом мы могли бы узнать, сколько было ему лет? Ну, Якова, когда он пришел к Лавану, может, пришел в определенном возрасте, и Библия, кстати, об этом говорит. Все зависит от того, как мы ее читаем. Внимательно или не внимательно. Обращаем ли мы какие-то моменты внимания. А если мы читаем вдумчиво, внимательно, то мы, помня о том, что там о том говорится, о том говорится, мы сразу раз, 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 и можем все это очень просто математически вычислить. Не задумывались, да? Вот только Виктор знает, слава Богу, за него. Да, и я вам покажу, что вы в будущем знали, что ничто не написано, все написано в Библии, будем так говорить, все имеет значение. Ничего там, нет ни одного даты, ни одного имени, которое бы не имело значения. Итак, скажу вам. Иаков, держащий запятую, вытесняющий, выживающий, меньший и сдвойний, то есть родившийся вторым, сын Исаака и Ревекки, впоследствии, властвовавший над большим, своим старшим братом, первым, которым вышел изнутру бы матери. И об этом написано в Бытие 25 глава, 23-26 стих. Помните. Можете записать себе. Бытие 25 глава, 23-26 стих. Да, он патриарх из всего израильского народа. Получил хитростью у Исаака его первородство. И вот по договоренности Исаака дал свое первородство, получил первое и лучшее благословение отца. Он должен был бежать в Месопотамию от гнева Исаака, своего брата, который хотел его убить. Так и говорил. Сколько же тогда ему было лет, когда он пришел в Месопотамию, а тем более, когда он женился. Хотя Писание об этом всем прямо не говорит, но это легко и вычислить. Итак, Иосиф является сыном Иакова, правильно? Стал правителем в Египте в 30 лет. Написано об этом? Написано. Это написано в Бытие в 41 главе 46 стих. Помните, когда Иосиф рассказал значение снов, потом определенное время его фараон пригласил, когда надо было получить истолкование сновидений. И в 30 лет написано, он стал правителем в Египте. «Прошли семь лет изобилия». Помните? Это Бытие 41 глава 46 стих и 47 стих. Семь лет изобилия согласно сновидению. Тучные коровы были. Потом два года из семи лет голода. Это 45 глава 6-й и 11 стихи. Семь лет плюс два года. Иосифу было 39 лет. И в этот год, после прошествия двух лет голода уже, в этот год, к нему приехал Иаков с семьей в свои 130 лет. Почему 130 лет? Потому что в Бытие 47 глава 9 стих говорится, что Якову в это время было 130 лет. Следовательно, Иосиф родился, когда Якову было уже 90 лет. Почему? 130 минус 39. 90 лет. А это произошло после 14 лет службы у Лавана. Помните? Сначала он за Архилю служил, потом служил за... То есть, сначала за Архилю служил, но не получилось получить ее, а потом снова за Архилю служил еще 7 лет. И это написано в Бытие 30 глава 25 стих и 31 глава 41 стих. Когда он служил. Сначала за Архилю 7 лет, потом еще раз за Архилю 7 лет. Таким образом, он пришел к нему, отняв от 90 лет, минус 14, 76 лет. Пришел в 76 лет. А через 7 лет он женился, когда Яков покидал Месопотамию, у него было 2 жены, 2 наложницы и 11 сыновей и дочь. Интересно, правильно? Ну, нам всегда казалось бы, Яков Архилю встретил. Ну, может быть, там лет 40 ему было бы уже, 30 с лишним. Но мы никогда не думали, что он был в таком возрасте. Может, поэтому так и написано в книге, интересно, в Библии, чтобы не выставлять возраст Якова. Потому что в те времена, вы знаете, Моисей 80 лет получил свое предназначение, говорит, иди, выведи народ вот мы из Египта. А ему уже 80 лет было. И тем не менее, Моисей пошел, 40 лет по пустыне ходили. 120 лет умер. Хороший возраст. Зрение, очки не носил. Не было очков тогда. Видел прекрасно, читал прекрасно, Моисей. Что говорит? О том, что у него было отменное здоровье. Даже в свои 100 лет. Как Иисус знает, 110 лет ему. Да. Так что 76 лет жениться можно. Ну, конечно, может быть, не в наше время. А может быть, и в наше время кому Бог позволяет это делать. У него на каждого человека есть свой особый план. Так что не расстраивайте, что ваша жизнь уже у некоторых думают уже прошла, уже в такие годы. Не, вы только что не начинаете служение, начинаете входить в полноту этого служения. Когда даже Кеннет Хеген, который организовал по водительству Божьему большой библейский институт в Северных Штатах Америки, институт Рэма. Слышали? Кеннет Хеген. Служитель Божий. Он служил 12 лет пастором. Нравилось ему очень его служение. Когда Господь ему сказал, оставь. Ну, как же ж, Господь. Мне же так нравится быть пастором, служить. Меня уважают, меня любят. У меня дом, машина, семья. Все. Я ни в чем не нуждаюсь. Я служу тебе с радостью, с наслаждением. Господь, тем не менее, говорит, ему оставь. В первое время он так еще, знаете, пытался, пытался, да, аргументы свои представлять Господу, что вот, Господь, может быть, я все-таки найду милость Твоей, что Ты не будешь настаивать, чтобы я оставил. Но, тем не менее, Господь сказал, ему оставь. И он оставил. Это служение пасторское. И после того, как он оставил пасторское служение, Господь сказал, я хочу, чтобы ты служил учителем. У него действительно дар учителя, Кеннета Хеггена. И когда он вошел в это служение учителя, организовал институт и начал служить в служении, вот тогда он сказал, когда я только лишь стал учителем и он осуществовал уже это служение, вот тогда он сказал, я понял, что значит воля благая, угодная и совершенная. Он вошел в полноту совершенной Божьей воли. Да, он был в благой воле, он был пасторем, но не знал, что такое совершенная воля, пока не вошел сам в эту совершенную волю, пока не вошел в это служение, к которому его призвал Господь. Поэтому, если кто-то думает, что вот сейчас, не у служения там будущее, вот уже знают откровения, быть пастором или евангелистом или миссионером куда-то, это вовсе не знает, что это ваше предназначение здесь на земле. Нет. Господь может изменить ваше призвание на любой стадии вашего служения и вашей жизни. В одно время можно сказать, а теперь я хочу, чтобы ты делал то-то. И все знания, которые вы сейчас приобретаете, они пригодятся вам в свое время обязательно. Поэтому полнота служения, она может открыться вам спустя определенное время. Всему свое время. Кому-то во время студенческие годы, кому-то позже, кому-то 76 лет для того, чтобы совершить потом великое, славное, как Моисею, 80 лет пошел выводить народ израильский. Дело не в возрасте. Для бесконечного Бога, который, вы понимаете, безвозрастной Бог наш, ему для него не имеет значения. Ему важно, насколько ты будешь духовно зрелым. Потому что мы, можно быть, уже стать духовно зрелым и в 30 лет, и в 40 лет. Правильно? Иисус Навин все время был рядом с Моисеем и учился от Него, чтобы стать духовно зрелым. И мы знаем, кем был Иисус Навин, слава Богу, за Него. И знаем, какие ошибки Он тоже допускал, когда не вопросил Господа в отношении гавовитян. Все нам надо знать. Все вещи, которые написаны, в Библии, для нас очень важны. Я помню тоже, когда был студентом в Библийском институте, в Далласе, в Техасе, 3,5 года учился там я. Первое время, первое месяце, я вообще понятия не имел в своем призвании. Так, в аудитории преподаватель спрашивал, аудитория была большая, студента было на курсе иногда 1200 человек, 1400 человек, зависимо от года, когда. Так я в первый год, когда это был, помню, в феврале месяце, спрашивали один преподаватель, поднимите руку, кто из вас призван здесь пастырем? Больше половины зала подняла руку. Думаю, а кто здесь призван там евангелистом? Ну, процентов 10. Кто учителем? Чуть больше. Пророком? Немного совсем было таких, которых призваны пророком. Кто апостолом? Тоже немного. Больше, чем пророков, где-то примерно как учителям, как учителей. А я так думал, ну, кем я призван? Не знаю. Но Бог открыл. И открыл сверхъестественным образом. Мы по разрешению нашего руководства поехали однажды на служение в церковь церковь Агапи Любовь. Это было на севере штата Техас. Там военно-морская, то есть военно-воздушная база была. И мне говорили, вы первый человек из бывшего Советского Союза, который вот можете побывать на этой воздушной базе. Это было 92-й год. Это было 16 февраля 92-го года. Потому что во время этого служения было поклонение, исключительное поклонение, такое присутствие было. И пастор этой церкви, его жена, он двигался в пророческом даре. потом эту кассету, которую мне дали, переслушал студенческий декан наш, доктор Беллча, брата Беллча. Послушал, да, я его лично знаю, просто хотел послушать, что там было вам в пророчестве. И в слове в пророческом, от Господа, было, все открыто, потому что он нас пригласил четырех студентов. Говорит, вы студенты из института, идите сюда, у нас, у меня есть слово от Господа для вас. Мы так встали, он говорил. Господь говорит о том-то, о том-то, говорил в нашу жизнь. Что будет, как будет, когда будет. Он не говорил по годам. Он говорил примерно так, что это будет, но это будет не сегодня. Будет то-то, то-то. Поэтому, если вам есть какое-то пророческое слово, размышляйте на нем, но пророчество не уничижайте. Если вы знаете, тем более, через кого пришло это слово, что это не лжепророк, что это истинный пророк, то всегда помните, пророчество не должно вас направлять, но пророчество подтверждает ваше призвание на вашу жизнь. Понимаете? Потому что будут и другие пророчества, которые точно так же, когда они от Господа, через истинных пророков. Это будет лишний раз подтверждать ваше призвание и предназначение, кто к чему Бог призывает. Потому что Бог не изменяется. Он вчера, сегодня и во веки тот же. И слово, которое выходит от него, оно не возвращает к нему тщетно, напрасно, то есть неисполненным. Он всегда исполнит свое слово. Поэтому 16 февраля получив пророчество, я знаю свое предназначение, знаю свое призвание. Это было очень интересно, конечно же, услышать. Я, правда, не знал, что это такое, я даже спрашивал у братьев, а что это обозначает? Говорит, а ты что? Ну, слава Богу, все, что там сказано было, Господь осуществит. Потому что, как и написано, ту работу, которую он начал в тебе, я ее доведу до конца, осуществлю. поэтому, ту работу, которую Бог начал у вас, он обязательно совершит. Не сомневайтесь в этом. Но, если вы будете очень послушны ему и жаждать исполнения его воли, то это будет осуществлять эту волю. Понимаете? Беспрепятственно. то есть, вы будете вместе с ним как бы в согласии течь. Потому что Бог и Дух Святой, как говорил Иисус, и вы хотите от меня уйти. 70 человек отошло. 70 учеников, помните? Которые не могли принять это слово. Как это? Пить кровь и есть тело. Кто может принять это слово, сказали они. Поэтому Он спросил, естественно, тех 12, которые пришли к Нему. Говорит, и вы хотите от меня отойти? Я бы сказал, пожалуйста, на все 4 стороны, я вас не держу. Но Иисус так не сказал. Правильно? Он только задал им вопрос. Естественно, был ответ кого? Апостола Петра, который сказал, куда нам идти? У тебя что? А что? Кто знает, что такое глаголы жизни? Ну, это же не коллагола жизни, правда? Что? Слова вечные. Это близко к истине. суть того, что такое жизнь. Да, это близко. Ну, вы будете знать все, что такое. Что? Нет, не совсем, не совсем так. Вы будете отменно знать. Я вот сегодня отложил. Может быть, мы сегодня эту тему пройдем. может быть, завтра. Нет, дело все в том, что вы будете знать, несомненно, не потому, что это будет какое-то определение. Вы будете видеть разницу между тем, что написано в Библии, когда говорится одно слово, второе слово или третье слово. Это будет прекрасно. Вы будете в этом так здорово ориентироваться. поэтому слава Богу за нашего Господа, который имеет план в отношении каждого из нас. И этот план нам во благо, во славу Его и нам во благо, что мы можем ходить Его совершенную волю. А Его совершенная воля никогда, никогда, запомните, не будет такой воли, от которой вы что-либо когда-либо пожалели бы. Я помню мой старший брат однажды, когда он приехал из Канады на Украину, он был у нас в доме, и когда многие спрашивали, ну, что хотел бы ты сказать самое главное для нас, суть того, что случилось с тобой в твоей жизни за последнее время. А я, когда был студентом, писала ему письма. Их интересовало все. Ну, как Америка, все, вы же понимаете, как там живут люди. Потому что нам же говорили, что это все пропаганда империалистическая, да, загнивает там все, это все вас обманывают. То, что в проспектах журналах, это так для обольщения. Насколько они там живут, хорошо живут, нам трудно себе представить, если бы мы не побывали там. А побывав там, мы понимаем ценность того, что мы живем здесь. Потому что из-за того, что мы живем здесь, мы, слава Богу, имеем такое общение с Господом, которое они не имеют там. Если, ты не будешь жаждать его. А там ты очень быстро становишься теплым. А там вообще остываешь. Поэтому то, что мы здесь, это даже очень хорошо. Я писала большие письма на 20 листах и больше. И в основном это 95%, если все 98%, было евангелизации. Я рассказывала, какой прекрасный наш Господь, что пишет Писание, говорит Писание, какие истины рассказывали. В конечном итоге, год спустя, и моя невестка, и его жена, и его дочь пошли в церковь, и к моему возлюбленному брату, который был пасторем церкви в то время, Белик Василий, и покались у него перед Новым годом. приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Год спустя, потому что он увидел, что жена совершенно другая становится, и не просто другая. Ну, просто, когда Господь изливает любовь, она покрывала его любовью и поведением, и всем богобоязненным. Знаете, как и написано в Писании? Приобретайте мужей своих, неспасенных. Ну, и через год спустя, после такого поведения жены, и он тоже отдал сердце своего Господа, тоже стал верующим. И Господь, после того, когда мы действительно ищем его, читаем Библию, не просто читаем, читаем с разумением того, что то, что там написано, да, написано для нашего разумения и понимания, чтобы мы исполняли, были исполнительны это слово. И вот спустя уже буквально 15 лет мне задали такой вопрос, что бы ты хотел сказать, что самое главное. А ты знаете, что хотел бы сказать? Он был военный, ушел уже на пенсию военным. Завкафедрой был он там, в инженерной академии авиационной. Говорит, единственное, что, о чем я сожалею, очень сожалею, то, что я очень поздно пришел к Господу. Единственное, о чем он сожалеет, что он очень поздно пришел к Господу. Понимаете, родители, когда не прививают нам эту любовь к Писанию, к Богу, потому что тогда был коммунистический режим, тогда очень, очень все преследовалось. Тогда даже привлекали к ответственности уголовной, если у тебя в доме найдут Библию. На таможне нельзя было провозить Библию в бывший Советский Союз из Эмали. Это было серьезно. Но потом, слава Богу, Господь открыл все это. Поэтому мы живем с вами очень благодатное время, когда мы можем свободно не только познавать Священное Писание, опознавать лично Господа в общении друг с другом через библейские институты, колледжи, университеты, через служение в мессианских общинах, служение в церквах, в миссиях, где бы, что бы мы ни делали, когда мы именно служим для распространения Его Царства. Слава Богу! Итак, мы должны помнить, что Бог имеет и для Украины особое предназначение. Украина в геополитическом плане, аспекте, находится в таком месте, что она действительно является связующим звеном между Россией, а это большая страна, Европой, между Азией и Европой, между севером прибалтийские государства и югом Израиль. Это как пересечение между севером и Израилем от этих путей всех Украина, востоком и западом Украина. Было такое раньше выражение «все дороги ведут в Рим». Я не хочу сказать, что все дороги ведут в Украину. Я хочу сказать, что Украина в последнее время будет играть, играет и будет играть очень важную роль в пробуждении, в великом пробуждении последнего времени, когда она наступит, когда она придет. Вы все будете видеть, вы все будете знать. что интересно, что Бог он древнитель. Он славы свои никому не отдаст. Чтобы никто не сказал, что я сделал оранжевую революцию, чтобы никто не сказал, что я сделал пробуждение на Украине. Понимаете? Бог это все творец делает. Мы лишь его инструмент. Мы не можем даже претендовать на полпроцента от его славы. Мы только можем быть довольны, Господи, что ты меня использовал. Ведь когда хирург Амосовли или кто-либо другой делает операцию на сердце или на других органах, ну, хирургическую операцию, инструмент скальпича не скажет потом, Господи, посмотри, какую операцию классную сделал. Он же был только инструментом в руках хирурга, так и мы, инструментом в руках Божьих. Когда он хочет куда-то нас послать, кому-то что-то сказать, кому-то засвидетельствовать. Не так давно была в интернете такая распечатка. Иисус явился Бобби Коннеру и сказал о порождении в Украине и России. Источник. Указано, где, какой источник, служение, благословение Отца, запись телефона, разговора Сидрота с Бобби Коннером. Бобби Коннер это один из служителей в Америке. Его относят к служению пророков, пророческому служению. И вот Бобби Коннер говорит, один человек построил небольшое здание, и он сказал как-то мне и моей жене, что вы думаете об этом здании? Бобби, ты хотел бы остаться здесь? Я сказал, я даже не думал и не просил об этом. И так, в конечном счете я согласился. Это было маленькое и невзрачное помещение, но находилось в прекрасном месте. И так это случилось, когда мы молились примерно в 9 часов вечера. Вдруг я услышал громкие шаги внутри нашего здания. Несмотря на то, что в здании нас было только двое, и никто из нас не двигался, тот другой человек, с кем я молился, сжал мою руку очень сильно и сказал, я уйду. И я ответил, да. Он ушел, я услышал звук снова. Я пошел в ту сторону, увидел там 14 или 18 примерно ангелов. И одеты они были как пилигримы. Сидрот говорит, спрашивает, подождите минутку, просто из любопытства, были ли у вас до этого посещения ангелов, или это был первый случай, первый раз? Бобби Коннор. Нет, еще до этого у меня были посещения ангелов. Я так продолжаю. Ангелы были одеты в длинные одежды, как пилигримы. Не просто пришли там ангелы с крыльями, знаете, как некоторые иногда представляют. Первый вопрос, который задал мне ангел, был, почему так долго? Мы разговаривали о завоевании и обладании землей. Я стоял на крыльце, и это может прозвучать невероятно, но это правда. Я просто играл с этими ангелами, они запрыгивали и спрыгивали с крыльца. Я знаю точно, что я не спал и был в здравом уме. Это были реальные ангелы, и мы общались 45 минут, а потом они исчезли. Когда это случилось, было примерно 10 часов 10-15 вечера. После я вернулся назад в помещение и сел на диван, наблюдая, как горит огонь в камине. Затем услышал гулкий стук в двери, очень тяжелый стук. Я вспомнил, что это здание было изолировано и вокруг не было никаких домов. Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди, и я сказал тихим писклявым голосом, «Войдите». Голос ответил, «Нет, это ты должен выйти». Я подошел к двери, открыл ее, и там стоял Иисус Христос. Он стоял у двери и держал в руке бутылку, которая была похожа на бутылку из-под шампанского. Он сказал, «Мы собираемся проводить служение крещения, но вы ничего не знаете о крещении». Он двинулся вперед, прошел мимо меня, но не остановился в гостиной, где был камин, а направился прямо в спальную комнату. Он взял бутылку и разбил ее в стену. Бутылка растеклась на кусочки, разлетелась на кусочки, и масло начало стекать по стене. Елей. Я стоял и думал, хотя я не подозревал, что видит он, то, о чем я думаю. О нет, как же я буду объяснять тому человеку, что в первую же ночь что-то случилось с его стеной? В тот момент, когда я думал об этом, Иисус упрекнул меня и сказал, «Ты никогда не должен извиняться за то, что делаю я. Я объясню тебе, что я делаю». Затем он сказал, «Смотри». Я посмотрел на стену, по которой стекало масло, вырисовывая карту мира. Масло, стекая по стене, вырисовывало карту мира. Господь поднес свой палец и указал на карту. Он сказал, «Ты можешь достигать цели только тогда, когда я указываю на эту цель. Или же ты сам становишься целью». Иисус оставался со мной практически всю ночь. Каждый волос на моем теле стоял дыбом, как будто я был наэлектризован. Интересная вещь. Раньше я молился, «О Господь, дай Бобби видение духовного мира, посети Бобби». Но сейчас я молился, «Господь, не убей Бобби». После этого посещение каждый волос на моем теле продолжал быть в таком же состоянии еще на протяжении недели. Ситрот, это невероятно. Те места, на которые он указал, что должно произойти там, Бобби Кондор. Он только сказал мне, «Ты можешь достигать цели только тогда, когда я указываю на эту цель. Или же ты сам становишься целью». Когда он прикасался к этим местам, то показывал мне некоторые вещи, которые произойдут, некоторые события, хорошие и плохие. Одним из мест, на которые он указал, был город Киев. Иисус сказал, «Господь пробудит человечество, Он пошлет историческое пробуждение, которое распространится из Киева. Он начнет в Киеве, а затем потечет в Россию. В Россию в основном будет задействована молодежь». Затем он сказал, «Посмотри на это». Он показал мне заряд, который был похож на динамит, и увидел ноги, которые пытались потушить горящий фитиль. Это была ортодоксальная религия, но они не смогли потушить его. После я увидел другие ноги, пытающиеся затоптать фитиль. И это была мафия, но они также не смогли этого сделать. Сидрот, это интересно, что когда бы я не поехал в Россию или в Украину, особенно в Украину, в такие места, как Одесса и Киев, особенно Одесса, где практически у каждого человека присутствуют еврейские корни, что само по себе удивительно. Это как будто открытые небеса над этим местом. Все. Так что над Одессой открытые небеса, не сомневайтесь в этом. И над Украиной тоже. Поэтому, если это было от Господа, значит, это состоится. Если это Господь ему действительно явился, так как он описывает это, говорит об этом, показал это, то мы верим, что все, что в планах Господа, оно состоится. Независимо от того, кто верит, кто не верит. Понимаете? Все планы Бога состоятся. Одно дело, когда мы принимаем, другое не принимаем. Когда верим, когда не верим. Ну, независимо от нашей веры, или от нашего неверия, состоятся планы, записанные в Библии, в Священном Писании, что будет последнее время, что будет великое пробуждение, что будет второе пришествие Иисуса Христа, что так точно так же, как ангелы сказали ученикам Его, что вы смотрите, тот Иисус, который был вознесен, взят от земли, точно так же и вернется в свое время. Мужи стояли и наблюдали, как он смотрит. Ангели два подошли, вы помните, в Новом Завете, как написано на горе. Они находились. Так что нам надо быть, как мудрым девам, быть приготовленными. Правильно? Давайте сделаем перерыв и будем начинать наше занятие.